12 стадий смирения Первая стадия Человек отказывается от греховной деятельности и страха наказания Хорошее дело? Супер! Надо бояться Вот допустим, человек перестает пить, потому что он знает, что будет наказание Если он знает уже, что будет наказание Супер! Первая стадия смирения Какое наказание? Сейчас расскажу Знаете, что такое выпивание? Я вам сейчас открою глаза на это Первая стадия гордыни, Господи, застал Все правильно, так и есть Итак Когда человек выпивает, то он контактирует с веселящим духом Который на самом деле, этот веселящий дух Он превращает его в живот Знаете, что есть два вида счастья Есть счастье заслуженное, а есть нет В человеческой жизни человек не должен получать незаслуженное счастье просто так Он должен получать счастье только за то, что он совершал аскезу или добрые дела Пока человек не совершил аскезу, не должен надеяться на счастье Если он хочет быть счастливым дешевым способом, типа выпить и стал счастливым То в этот момент он погружается в животное существование Потому что только животные могут быть счастливыми всегда, когда они хотят Понимаете, на самом деле счастливая жизнь не предназначена для человека Возьмите любое животное, они рождены для счастья Кошка рождена для того, чтобы испытывать комфорт В человеческом теле невозможно комфорт испытывать, тело не подходит Все время черт мешает В кошачьем теле всегда в любой ситуации жизни, как кошку ни крути, она всегда в комфорте Вот так ее положить, вот так, потому что тело такое Оно дает возможность жить в комфорте И для этого она рождается в теле кошки, чтобы жить в комфорте Если вам хочется вырубаться, как бы на всех поругаться тело собаки, пожалуйста Никто вам не запретит гавчат, сколько хотите, столько жалко нет, нет проблем вообще Если вы хотите полетать в тело птицы, пожалуйста, летайте сколько хотите, счастье полета испытайте Можно даже в воздухе вот с крылья сжать и пахнуть Все равно потом летите, тело так устроено, что оно не разобьется Пожалуйста, хотите полетать, хотите поплавать в тело рыбы Сексом позаниматься тело обезьяны Пять раз в день, по часу Сексуальных расстройств нет Так устроено тело обезьяны Сейчас иногда чуть-чуть им, правда, пересаживать, уже поняли это Начали пересаживать половые органы обезьяне, мужикам Эксперименты делают Но они как-то по-кругому начинают при этом так же вести себя так Главное секса больше стоп Видите, вы не должны имитировать животных Когда человек напился в дребезь, в дриске, в дриске напился И при этом открытые глаза у него Возьмите его, сфотографируйте и сфотографируйте собаку Вы увидите взгляд один и тот же Это значит, что когда человек пьет Он трансформирует свое тонкое тело в тело животного Уже в это время Вот этого и надо бояться Он не согласен с человеческой формой жизни Человек, который выпивает, не согласен с страданиями человеческого рождения Он хочет наслаждаться незаслуженно Это значит, что он хочет животной жизни По факту, выпивать означает вести себя к животной жизни К животному существованию Верите вы в перевоплощение или нет? Если даже вы не верите в перевоплощение Знаете, что деградированный пьяница Ничем от собаки не отличается со всех сторон И это факт Уже в этой жизни видно, что он с собой сделал Так ведь или нет? Поэтому приближение к животной форме жизни здесь очевидно Даже если вы считаете, что нет перевоплощения Превращается в свинью человека Мы его так и называем Ты стал свиньей, мы говорим Причина только одна Он не хочет жить в человеческом форме жизни Не хочет страдать как человек Человек рожден без страдания, для того, чтобы стать счастливым Мы должны принять свою судьбу Мы должны учиться терпеть боль Мы не должны запивать ее вино Никогда Не путайте вино с освященной жидкостью И считайте, что когда человек берет и причащается Это не вино Это священный, тайный напиток Понять который невозможно Человеческий разум Там нет никакого злого духа И свящего Там есть только Бог Понимаете разницу или нет? Человек, который причащается Не значит, что он станет пьяницей Пьяница означает контакт со злым духом А не с Богом Если человек контактирует с Богом Он пьяницы не будет Я вам пример один приведу Один человек узнал, что Если Если принимать освященную пищу То тогда ты приближаешься к Богу Он поставил вино И начал над ним молиться Потому что он без вина не мог А не освященную пищу он тоже не хотел Он был не согласен суть Это реальный случай Я просто знаю этот пример И он начал освящать вино и пить его Через несколько дней У него развились интересные симптомы Он начинал пить освященное вино Рвало, Егор Вало тут же Он пил опять, его опять рвало И так он перестал пить Хороший методик И так отказываться от греховной деятельности Из-за страха Наказание Супер Супер Первая стадия смирения уже супер просто Если ты знаешь Что с тобой будет дальше И не пьешь по этому Отлично Это супер Дальше Вторая стадия смирения Способность Вырабатывается способность Не идти на поводу своих желаний Знаете, что если у человека есть миссия То есть он что-то для Бога делает в жизни Хоть пол в храме моет Он способен себя контролировать Такой человек Потому что Есть две жизни Две судьбы у человека Одна судьба связана с моими желаниями И человек их святая Считает святым законом Если мне хочется чего-то Значит я должен туда идти И есть такая философия Свободный человек Это тот, который может всегда идти на поводу своих желаний Имеет право Современная философия Свободы То есть надо делать то, что хочется всегда Значит ты свободен Теперь свобода с точки зрения священных писаний Не делать только то, что тебе хочется А делать то, что хочет Бог А означает настоящая свобода И поизучайте эту тему Так вот знайте, что если человек способен Делать то, что хочет Бог И думает об этом Только такой человек способен Не делать то, что хочется Все остальные будут делать то, что хочется По-любому Потому что так действует Судьба Она от нас через скачу Тянет к себе Судьба А мне не нравится Мне такой муж достался Ты же сама за него вышла замуж Ну да Ты же хотела Хотела Знаете, что Когда нам чего-то хочется Допустим, я полюбила кого-то Там в любви Там в любви содержится вся моя судьба И хорошая и плохая Любовь означает гармония двух сердец Судьба находится в сердце Почему они соединились? Почему они так друг друга любят? Потому что между ними Вся судьба объедена И хорошая и плохая Поэтому если вы хорошую судьбу получаете из человека И думаете классно, а плохую получаете Думаете, что-то не то Все то Вы его поэтому полюбили Потому что все соединилось И хорошее и плохое Поэтому принимайте От близкого человека плохого Это ваша судьба Вы же сами его полюбили Ах, мамочка На самочках Копалась я весь день Повстричала с колюшкой На своей оконушке Мамочка, зачем? А где здесь судьба? Следующая стадия смирения Принимаю старших Вот принимаю старших Давайте потренируемся к правдивости У кого нет старших Поднимите руки Все значит, что у вас всех будут старшие Все, кто подняли руки И благословили себя такими Мы признали себя в этом Потому что каждый человек должен иметь старших Знаете, что разум человека Не может развиваться в пустоту Разум Это такая штука Которая перетекает От чего-то к чему-то Веда говорится Я не придумал Разум не может просто сам развиваться Он развивается куда-то Если у меня есть старший Я перенимаю его качество Веря ему Если у меня есть старший Тогда я точно таким же стану Со временем Мой разум станет таким же Как у него Поэтому если у людей раз старших нет Некуда развиваться Себя самому за волосы С болотами вытащишь Как мне право Это была шутка А вы считаетесь Если вашу лекцию Вашу лекцию Но если вашу лекцию Очень долго слушаешь Вы считаете Я считаю старшим или нет В какой-то степени В какой-то степени Потому что Послушайте меня Послушайте меня Я сам выбрал себе такую роль И я знаю почему Потому что Есть разные стадии старшинства Наймите настоящий старший Это тот, кто Находится внутри вашей духовной традиции И вы уже выбрали эту веру И следуйте за ним Я отдаю знания Всем людям подряд И при этом Как бы нет Идеи Что обязательно Вы должны меня Считать старшим Мы с вами Просто дружеские отношения Развивали Вы даже не представляете Как надо к старшим Относиться Но если вы решили Как бы мне к старшим Относиться Я не уверен Что это правильно Я не могу Как так же И запрещать У меня тоже есть желание Кому-то к старшему Как относиться Иногда тоже Старшие мне говорят Что ты ошибаешься Это нормально Считать себя старшим Это глупость Так У нас с вами Не такие отношения Вот когда вы Свою веру найдете А лучше оставаться В своей И ничего не искать Вот когда вы Разобьетесь В своей вере В своей культуре И там вы увидите Наставника своего Это будет ваш старший По-настоящему Потому что с вами Он будет строить Близкие отношения У нас с вами Близких отношений нет Вы какие-то слушаете Мои лекции И какие-то нет Никто не заставляет А там придется Подчиняться Поэтому в какой-то степени Эти отношения Может быть и есть У нас Но не совсем Не обязательно Я очень рад Тем людям Которые не считают Меня старшим Пришли на лекцию Они при этом Подсмеиваются Они давно думают Ну ты даешь Я очень благодарен Всем этим людям Потому что Я бы наверное Не высыпил Три часа Слушать такого человека Но вы быстро Здесь и живете Это большой подруч Итак Принимание старших Это третья стадия Смирения Четвертое Принимать наказание В том числе Наказание судьбы Святой Пендиник Говорит Следующая стадия Способность Искренне Раскаиваться О своих ошибках Искренне Непросто Следующая стадия Отсутствие Самонадеянности Вообще Очень редко Встретишь таких людей Очень редко Но иногда Бывает Это чудо Видеть такого человека Признание Своей неквалифицированности Следующая стадия Смирения Человек искренне Считает И видит Что все вокруг Него Чем-то его превосходят Искренне Считает И видит Это А больше Видеть ничего Не хочет Только это Что все Во всем В всем Все в чем-то Его превосходят Супер Это означает Что он начал Душу видеть Во всех Потому что Душа Соткана Только из превосходных Качеств Каждый человек Непостижим Он Каждый человек Душа А душа Только из хороших Качеств Соткана Если человек Начинает Во всех Видеть Только то Что лучше Его Это значит Он начал Подлески Души Видеть Во всех А смирение А смирение Означает Ведет Душу Следующая стадия Не требует Исключений Для себя И строго Следует Правила Смотрите Обычно Люди Видят Недостатки Других А сами Не следуют Правилам Этот Человек Никого Не критикует И при этом Сам Строго Следует Правилам Когда мы Одни Находимся В комнате Мы одни Или нет Кто-то Один А кто-то Нет Как вы Думаете Кто один А кто нет Странный Вопрос Да Это не Странный Вопрос Это Серьезный Вопрос Знаете Что Когда Человек Достигает Вот Этой Стадии Смирения Он Один В комнате Уже Не один Потому Что Он знает Что И сердце За ним Наблюдает Бог А тот Человек Который Не достигает Этой Стадии Смирения Он Один В одной В комнате И даже Не в комнате Один Своей Любовницей Один Никто Его Не видит Потому Что Он Сам Себе Не Видит Чувствуете Разницу Или нет Когда Смирение Начало Достигать Смирение Он Себя Одиноким Уже Не Чувствует Он Знает Что Рядом С Ним Самый Главный Друг Всегда Это Бог И Перед Ним Ему Стыдно Совершать Грехи Но Когда Человек Не Видит Бога Внутри Себя Он Думает Что Никого Вокруг Нет Следующая Стадия Смирения Человек Молчит Пока Его Не Попрос Говорить Очень Высокий Уровень Предпоследнее Полностью Избавляться От Саркастических Насмешек Над Другими Полностью Видите Как Это Сложно Если Я Над Варь Подсмехнулся Не Судите Меня Потому Что Очень Высокий Уровень Последняя Стадия Смирения Когда Человек Видит Ту же Душу Он Постоянно Находится В поклоне Перед Семью То Что Я Рассказывал Как Случай Очень Высокий Уровень Не Подражаем Продолжение